Солнечной системы, известной как Земля. Действие этого фильма происходит в будущем. Когда великое путешествие по завоеванию космоса человечеством стало реальностью, люди основывали новые колонии и готовились к выходу за пределы Солнечной системы. Космический корабль Браво Зулу-88 покинул Землю и летит к космической станции Зулу-Хрей-34, чтобы оттуда двинуться дальше в открытый космос. Для преодоления земной гравитации команда была погружена в состояние сна. Человеческое тело было подвергнуто глубокой заморозке, схожей с временной смертью. Затем неожиданно, вопреки инструкциям электронного мозга, экипаж начал возвращаться к жизни. Заработали легкие. Кровь побежала по венам. Заработали легкие. Человек постепенно восстанавливал свои процессы жизнедеятельности. Все пришло в норму, кроме веса. Из-за отсутствия гравитации человеку пришлось воспользоваться специальными ботинками, оснащенными магнитами. Теперь он стал космонавтом, настоящим космическим человеком. Браво Зулу-88 вызывает Зулу-Х-Рей-34. Браво Зулу-88 вызывает Зулу-Х-Рей-34. Прием. Зулу-Х-Рей-34. Браво Зулу-88. Связь установлена. Стадия гиперсона окончена. Прием. Это Эл? Привет, Ричард. Как самочувствие? Обычная слабость после пробуждения, мой мальчик. Браво Зулу-88 вышли на орбиту спутника. Браво Зулу-88 отключение электронного мозга. Прием. Все снова в твоих руках, Эл. Большое спасибо, приятель. Эй, у нас на борту есть груз. Нам уже сообщили. Репортер, он уже очнулся? А как же? Я уже отнес ему кофе. Браво Зулу-88. Запрос местоположения. Координаты 5-2-7. Прием. Хорошо. Я пришлю репортера как можно быстрее. Браво Зулу-88. Отбой. Привет, Арчи. Как себя чувствуешь? На этот раз мне приснился сон, правда? О чем? Мне снилось, что я сплю. Прими управление, а я пойду разбужу нашего малыша. Это правда, что ты пел ему колыбельню? Живи.